Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. 109-й Псалом. Мистический, очень необычный Псалом, резко отличающийся от всех. Давайте о нем поговорим. Первое, 28-й перельс 109-го Псалма. Они будут проклинать, а ты благословишь. Есть Тейлим под редакцией из Рыковкина. Он говорит, что Давид Амелых пишет это в данном случае о друзьях, которые стали его клеветниками, но суть в том, что сосуд, который ставят в огонь, становится крепче. Наши испытания нас укрепляют. Аналогично этому Всевышний благословляет тех, у кого очень сильные враги или неприятности больше, чем других. Откуда мы это учим? Царь Давид сказал, что несмотря на многочисленные грехи, я не достоин твоего благословения, пошли мне благословения, чтобы я мог устоять против проклинающих. Второе, что пишет Стас, почти самое интересное и самое тоже мистическое. Книга Тейлим, это книга Тейила, восхваление. Из 150 псалмов только один псалом с проклятиями. Это 109-й. Защи злодея, пусть станет обвинителем, пусть дети его будут и так далее. То есть страшные проклятия. Целые муки, страдания. И когда мы встречаемся с такими страшными страданиями из уст самого царя Давида, то мы думаем, что проклятия предназначены злодею и злодеев, то есть которые там самые страшные. Но за этими проклятиями идет посыл, который объясняет причину и смысл проклятий. За то, что не помнили творить добро. То есть получается все. Человек, который не помнил своей жизни делать хэсэд, добро заслуживает таких, не дай Бог, проклятий. Человек, доставляющий боль тому, кто и так сокрушен сердцем. Кто разбит обстоятельствами. Достоин, к сожалению, самых страшных вещей. Ведь добро это не только дарование чего-то. Это и внимание, и боязнь сделать больным. Поэтому именно надо подумать об этом. Это единственное, с чем были связаны вот такие вот нехорошие вещи. Но теперь к прагматизму вернемся. Первое, что считается этот псалом, это 109-й псалом, это большая сгула от ненавистников. В древней книге Шамуш-Тиелим написано, что можно взять зерна горчицы, положить на новенькую тарелку неиспользованную, налить свежей воды из моря, из реки, там откуда-то такое настоящее, живое называется. Прочесть над этой тарелкой три раза Тиелим 109. Затем подойти к дому человека и оставить на пороге. Человек оставит тебя в покое. Второе, что мы знаем, это сгула для победы в суде. Семь раз во время суда прочитать, смотря на обвинителя и выиграешь любой суд. Вот все, пока. Брахавы от слоха.